Во второй раз некоммерческое объединение Пейпсима Когу Конна Кёк собрало на праздник производителей местных продуктов питания и гурманов из региона Причудья. Два тауну Выхмар – старейшина Аллатагузеской волости, куда в этом году вошла бывшая волость Майатагузе. И Лазик – представитель некоммерческого объединения, устроившего праздник, сказали каналу Литес, что их основной задачей было напомнить жителям региона о существовании местных продуктов. Сегодня мы собрались сюда все, кто делает хорошую еду в Причуде. Здесь большой праздник Причудского кухня. Это все свежее и местное, приготовлено очень хорошо. Например, сейчас сняток. Вот как раз время ловить снятка и кушать сейчас свежее снятка – это как раз сегодняшний день Причудского кухня. Все это местная кухня. И это надо оценивать. И, как видно, это те люди, которые сюда придут, то и оценивают. На это мероприятие мы поддерживаем. Мы предлагали им это здание, которое в прошлом году реновировали. Плюс еще денежная поддержка есть. Самое главное, что есть возможность в воскресенье выйти и получить удовольствие. На праздник местной еды Причуде приехали не только жители Ядовирума. Были гости из эстонской столицы. Даже туристы из-за пределов Эстонии посетили имение Меатагузе, над которым в этот день витали обворожительные ароматы готовящейся еды. Запах коптящейся рыбы смешался с ароматом кипящего на огне жаркого из мяса. Марко Месси, несмотря на такую сладкую фамилию, угощал гостей отнюдь не медом, а ухой из Налима. Он не просто разливал чумичкой уху по чашкам, но и делился хитростями своего рецепта. Оказывается, к Налиму в уху он запустил еще и леща. Свой титул лучшего производителя пищи 2017 года оправдала и кулинар ресторана дома отдыха Каукси Пирит Талисту, угощая гостей фирменными блюдами. На вопрос канала Литес, что же такое кухня Причуде, Пирит ответила так. Некоторые почему-то думают, что это только рыба. Это все, что у нас растет, бегает в лесу и плавает в озере. Это прежде всего разнообразие. В регионе живут люди разных национальностей, у которых различные обычаи, привязанности. Вот и в кухне, как и в жизни, все не просто перемешалось, а взаимобогатилось. Одно дополняет другое, и никто никому не имеет претензий. Например, сегодня уже трудно понять, где традиционные рецепты староверов Причудья, а где рецепты сету или эстонцев. Я сама родом из Вильянди, но здесь у меня уже свои кулинарные традиции. Я использую местные продукты и некоторые местные рецепты. На 180 километров протянулось побережье Чудского озера. Из разных властей, городов и хуторов приехали свыше 40 производителей местной еды. Праздник поддержала Аллатагузская волость. Тауно-Лазик прикинул, что в этот день Мяйтагуза посетили примерно 5000 человек. За огромным 45-метровым столом, установленным в старинном сарае, прямо перед прилавками торговцев, уютно себя чувствовали и взрослые, и дети. Однако многие предпочли дегустировать еду за столами на улице, благо погода сопутствовала гастрономическому настроению гостей. Продолжение следует...